24 февраля 2022 года Далее я попробую сравнить участников противостояния, исходя из того, что общество и государство предназначены удовлетворять интересы членов этого общества и граждан этого государства. От того, как хорошо это удается, зависит, насколько общество и государство эффективны. Важнейшим показателем эффективности мне представляется индекс человеческого развития, который ежегодно рассчитывают с учетом уровня жизни, образованности и долголетия. Сейчас для 189 государств. Измеренные величины делят на очень высокий, высокий, средний и низкий индекс человеческого развития. Среди рассматриваемых стран хуже всего дела у Украины. 74 значение из 189. Она единственная попадает в группу высокий индекс человеческого развития, тогда как остальные страны относятся к группе очень высокий. Выше других на 6 месте в мировом индексе Германия. На предпоследнем месте на одну позицию выше Украины. Среди рассматриваемых стран и на 52 месте в мировом индексе Россия. Британия, США, Франция и Польша в таком порядке выстраиваются с 17 по 35 позицию в индексе. Соседями России по индексу человеческого развития оказываются Казахстан и Белоруссия. Индекс человеческого развития, рассчитанный с учетом неравенства, чем выше неравенство в обществе, тем более удалены в нем эти два показателя. В обществе идеального равенства два индекса совпадают. Самая большая разница между индексами у Украины 29 единиц. У США и Польши по 11 единиц, у России 10. У Германии разница между индексами составляет 4 единицы, у Британии и Франции по 3. США перемещаются с третьей на пятую позицию, с учетом этого остальные страны остаются на своих местах по отношению друг к другу. О мощности экономики позволяет судить валовый внутренний продукт в пересчете на душу населения. Валовый внутренний продукт на душу населения маленького общества часто превосходит валовый внутренний продукт огромного, суммарно больший. Среди стран-участниц войны с Россией самый высокий показатель у США. За ними плотной группой следуют Германия, Британия и Франция, а потом Россия, Польша и Украина. Таким образом, здесь Польша вклинилась между Россией и Украиной. Так что Россия поднимается со второго с конца на третье с конца места в этой номинации. Валовый внутренний продукт на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, вносит поправку на покупательную способность национальной валюты. Его можно считать нормализацией, с помощью которой развитые и неразвитые страны оцениваются, вынося уровень развития за скобки. С такой поправкой Россия теряет две позиции, Украина поднимается аж на 16 позиций, впрочем, оставаясь при этом внизу рассматриваемой группы стран. Польша отыгрывает 14 позиций, вырываясь из пространства между Россией и Украиной и теперь опережая Россию на те же 14 позиций. Мы здесь видим, что Украина и Россия заметно отстают от стран Западной Европы и США. Хорошист Польша находится между развитыми странами и отстающими. Устойчивое соотношение показателей стран может объясняться архитектурой их общественных моделей, то есть присущим им уровнем демократии или наоборот тирании. Поэтому теперь логично рассмотреть распределение стран по индексу демократии, которое регулярно рассчитывает Economist Intelligence Unit для 196 стран с 2006 года. С учетом сведений о процедуре выборов, плюрализме мнений и отношений к нему, гражданских свободах, деятельности правительств, политизированности населения и развития политической культуры. Неудивительно обнаружить распределение государств в соответствии с нашими представлениями о демократичности соответствующих обществ. С Германией на первом месте по уровню демократии, а Россией на последнем, отстающей от следующего наименее демократичного общества, опять Украины, на 38 позиций в рейтинге. Любой рейтинг настолько показателен, насколько коррелирует с другими рейтингами и индексами. Индекс экономической свободы от Heritage Foundation с 1995 года учитывает защиту прав собственности, эффективность юридической системы, коррумпированность государственных органов, свободу бизнеса, трудовых отношений и другие факторы общим числом 12. Украина снова внизу этого рейтинга. Россия вновь на втором месте с конца, опережая Украину на целых 35 позиций. Польша впервые не по соседству с вечно отстающей парой, а обгоняет еще и Францию на значительные 23 позиции. Возможно, демократизация общества обогнала развитие экономики и социальной сферы, поэтому более инертные социально-экономические показатели Украины отражают картину, сформированную ее прошлым. Украина перестраивает общественную модель. Подтверждением или опровержением этому может служить положение дел со свободой слова, которое обычно связано с уровнем демократии. Посмотрим, как распределяются наши страны по индексу свободы прессы, который составляют репортеры без границ, опять-таки с 1995 года, для примерно 180 стран. По данным 2022 года, Россия ниже всех остальных на 155 месте между Азербайджаном и Афганистаном. Украина снова следует впереди России на 106 позиции. 49 позиций – разница существенная, но 106 позиция в мировом рейтинге означает, что до по-настоящему свободной прессы Украине еще очень и очень далеко. Польша вновь оказывается между Россией с Украиной и остальными странами на 66 позиции. США замыкают ряд стран с относительно свободной прессой на 42 позиции. В самом низу индекса свободы прессы находится государство, о котором большинство россиян впервые услышали совсем недавно, как об одном из верных друзей России. И это государство – Эритрея. Кроме того, уместным представляется рассмотреть распределение по индексу восприятия коррупции от Transparency International. Здесь мы видим уже знакомое нам распределение. Россия внизу ряда на 136 позиции 180, Украина следующая с конца на 122 позиции. Согласно этому индексу, наименее коррумпированная из рассматриваемых нами стран – Германия, а за ней на одну позицию ниже следует Соединенное Королевство. Рассмотренные показатели скорее описывают потенции обществ, чем их текущую силу, включая военную. Как говорил товарищ Сталин, папа римский, а сколько у него дивизий? США с третьей по численности армии в мире уступают только Китаю и Индии. Россия в этой номинации вырывается в лидеры со второй среди стран-участниц конфликта армии по численности, превосходя армию Украины в 3,5 раза. Однако едва ли численность армии США релевантна, ведь пока мы не ожидаем полномасштабного участия сухопутных сил США в конфликте. Эта война уже выявила слабости российской армии, известные нам и раньше. Слабое взаимодействие между родами войск, слабую разведку, чудовищную логистику, чем объясняются колоссальные потери российских войск. Возможно, важнее размер военных расходов. Самый гигантский военный бюджет в мире у США, все остальные он делает крохотными. Россия с бюджетом чуть более 1,12 от военных расходов США в этой номинации оказывается среди лидеров гонки на пятом месте в мире, среди рассматриваемых нами стран, кроме США, уступая еще и Соединенному Королевству. Сходные военные бюджеты Германии и Франции на 10 миллиардов меньше номинального российского. Как мы помним, любую объявленную Россией сумму расходов на любые нужды следует делить на сколько-то, учитывая, что значительная часть в любом случае разворовывается самим российским государством. Итак, Россия и Украина значительно отстают в развитии, то есть по эффективности обществ от стран, считающихся развитыми. Мы как бы всегда это знали. Хорошист Польши находится между развитыми странами и отсталыми Россией с Украиной. Россия претендует на принадлежность к развитому миру, и, во-первых, здесь мы видим, почему ее претензии в основном безосновательны. Все это общеизвестно, но теперь мы видим, как наши представления подтверждаются цифрами. Во-вторых, видны проблемы Украины, никак не связанные с войной. Ее показатели свидетельствуют о непреодоленной советской травме, а если ситуация менялась к лучшему, то эти изменения еще не отразились на инертных показателях, тем более публикуемых с задержкой. В-третьих, видно, что показатели, касающиеся разных сторон общественной жизни и экономики, прочно взаимосвязаны. Коррупция ослабляет экономику, слабая экономика стимулирует коррупцию, недостаток свободы слова тоже стимулирует коррупцию, которая уничтожает свободу слова. Государственная коррупция процветает в отсутствии выборов. Диктатура уничтожает свободу слова, которая для нее нетерпима. Это может показаться самоочевидным, но множество россиян этих взаимосвязей не видят. Причем, судя по всему, это касается не только бесправных простолюдинов, от которых никогда ничего не зависит, но и агентов российской диктатуры. Они, должно быть, так долго отучали массы от мышления, что и сами разучились видеть связи между различными явлениями и процессами. И, наконец, четвертый банальный вывод. Это общество, построенное на насилии, страхе, принуждении, унижении, лишенное свобод, равной конкуренции. Коротко говоря, рабское, тираническое общество – это общество неэффективное. Оно не создает новое, а воспроизводит свое прошлое. Причем, чем дальше, тем хуже, что мы видим на примере России. И обычно не может перестроиться без помощи извне. В 1580 году вышло первое издание опытов Мишеля де Монтене, где он так рассуждает о силе привычки. Народы, воспитанные в свободе и привыкшие сами править собою, считают всякий иной образ правления чем-то противоестественным и чудовищным. Те, которые привыкли к монархии, поступают ничуть не иначе. И какой бы удобный случай к изменению государственного порядка не предоставила им судьба, они, даже тогда, когда с величайшим трудом отделались от какого-нибудь невыносимого государя, торопятся посадить на его место другого, ибо не могут решиться возненавидеть порабощение. Субтитры подогнал «Симон»